Друзья, с 1 по 8 января 2024 года проходит наш традиционный новогодний марафон, во время которого наши новые видео можно смотреть бесплатно. Каждый день праздников мы публикуем новый выпуск, который можно смотреть бесплатно только на протяжении всех новогодних каникул с 1 января 2024 по 8 января 2024. Видеоролики новогоднего марафона доступны всем за регистрированным пользователем. Всем добрый день. Андрей Михайлович Буровский, профессор-археолог-доктор наук. Здравствуйте. И я бы так это назвал. Рождественские байки 2. Я начну. Я сейчас расскажу свою рождественскую байку. Собственно, дело было на Алтае, когда мы с моим знакомым поехали осматривать окрестности. Самым забавным, кстати, там была стая орлов, которая питалась с деревенской помойки. Едем, осматриваем окрестности, заезжаем в сельский магазин, и у знакомого электроника в машине начинает перемигиваться так, когда в фильмах показывают, после этого НЛО должно появиться. В общем, НЛО не появилось, но был забавный эффект. То есть, мы едем дальше, у него резко убывает бензин. Говорит, что-то бензин-то мы не заправили, надо типа назад ехать. На встречу нам проезжают на мопедах рыбаки местные, и, в общем, мы там еще какое-то время проезжаем. Говорит, ну, дальше рискованно точно, потому что бензин прямо падает и падает. Едем назад, бензин увеличивается. Едем опять назад, бензин уменьшается, разворачиваемся, бензин увеличивается. То есть, ну, просто это забавная вещь, да? И он как бы туда-сюда. И когда мы уже... Ну, то есть, нельзя же так бесконечно забавляться. То есть, ладно, едем мы назад. Я причем кручу головой по сторонам, и я что могу подтвердить? Я могу подтвердить, что пол крупа крупного животного, типа лошади или еще кого-то вот такого, исчезает в кустах. А водитель, который сидит, он утверждает, что она вообще дорогу не переходила. Она вот так крупом появилась, и половина ее исчезла. И я понимаю, что мы не обманываем друг друга, потому что, во-первых, я там боковым зрением не видел никаких. Я вот поверну, когда голову, действительно половина зашла. А он утверждает, что вообще не переходила дорога, она сразу появилась. Ну, и мы едем дальше, как раз нагоняем рыбаков. Он что-то там ради шутки им там говорит, типа, продай Хариуса там, что-то вот пока мы встали, торгуемся. Он говорит, а что у вас, говорит, за места-то здесь, говорит, такие вот, типа, пол лошади появилось, там еще что-то. Я сейчас не помню, что он говорит. И ему мужик местный рассказывает, говорит, места, говорит, такие, да. Я, говорит, вот тут иду, типа, не так давно, а там действительно вот речка, она вот так петли такие делает, и около одной петли там есть беседки какой-то. Иду, говорит, о, говорит, типа, в беседке поют. Ну, типа, ну, в той. Говорит, я так понимаю, что он рассчитывал, что ему нальют там, потому что раз они там поют, он говорит, Я ружьё, говорит, прячу, через кусты раз, там, говорит, нет никого. Говорит, назад поворачиваю, из-за кусты зашёл, снова поют. Я, говорит, как чесанул, говорит, отсюда. Места, говорит, вот такие. Собственно, это и есть тема наших сегодняшних баек. Такие места. Такие места. Странные места, аномальные места. Да. То, что вы описываете, подходит под мою классификацию одного такого места. Места появления странных существ. Причём вот они всегда бывают люди. Или какие-то призрачные создания. Или что-то мохнатое такое, человекоподобное. А как говорят, медведи-кабан. То ли огромная обезьяна, которая ходит с непонятного бодуна на четвереньках. То ли, правда, медведь и кабан одновременно. Что-то непонятное. И вот эта ваша лошадь, которая задняя часть, ну, попа из кустов торчит, да? Это очень подойдет под общую картину. Такие вещи временами возникают. Вот есть места, где появляются такие непонятные сущности. Ну, вот, например, появляется огромная щука. Щука появляется, исчезает, и вдруг что-то большой бежит по земле. Подходит, а следов нет. Вот в Приозёрском районе, на Ладожском озере, в бухточках, такое наблюдали неоднократно. Или наоборот. Что-то большое бежит. Бесследно исчезло. И вдруг плюх в озере. Ну, и на Лужских озёрах юга Петербурга. Там тоже самое. Там, правда, место одновременно не только появления странных существ. Там это место, которое я называю местом страха. Вот есть места, где почему-то вдруг возникает тревога. Вот без всяких причин. Ничего не происходит. Вот там, где вы были, тревога не возникала. Нет, у меня гораздо раньше другое место действительно было необоснованное место тревоги. Причём у обоих. Вот мы там, у нас два человека были. Была странная вещь. Он говорит, надо нам следы замести отсюда, когда мы уходили. Вот одна из безумных. Откуда это? Мы нормальные... Ну, просто мне тогда было лет, наверное, 25. Откуда у нас эта мысль вообще могла родиться, что нам надо, уходя, замести за собой следы? Вот, наверное, самые любопытные, самые странные места, если у нас нормальных мест, это места искажения пространства-времени. Ну, вот очень упорно говорят о некоторых местах в Псковской губернии. В самом Петербурге вроде таких мест не зафиксировано. В самом городе. В области, опять же, возле острова Каневец говорят, и о шхерах, западных шхерах Ладожского озера в Приозёрском районе. Но больше всего Псковской губернии. Там даже указывают места возле конкретных вполне деревень, где люди иногда вдруг не понимают, где находятся. Человек идёт, вдруг, понимаешь, заблудился. Вот только что он видел тропинку, он понимал, куда идёт, и местность искажает за неузнаваемость. Человек бродит по лесу, чаще всего какое-то время выходит, через час, через два, кем ему кажется. А оказалось, он пропал на сутки или на двое. Для него субъективно прожил час или два времени. А он реально где-то исчез на очень долгий срок. А бывают случаи, о них рассказывают упорно, и даже называют людей конкретных, которым это произошло, которые исчезли на пять дней, на неделю. Рассказывают о человеке, поехавшем из города, знавшем места очень хорошо, но так исчезнувшим, который уже так отчаялся выходить к людям. А что будет, то будет. Меня же должны искать по идее. Я уже там пятый день брожу. Буквально лёг на травку, на мох, и сказал, будь что будет. Найдут, так найдут. Спустя какое-то время вдруг его окликают. Эй, ты что сделаешь? Он вскакивает, видит вот стоит человек, вдруг узнаёт местность. Он знает, где находится. Из этого чёртового оврага он выходит без малейшей проблемы. Очень чёртово. Ну, овраг и овраг. Даже не очень глубокий, метр в 12 в самом глубоком месте. Вот такие места есть и в Псковской губернии, и на берегах Ладожского озера. Что мне казалось наиболее интересным. То, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент. Полную версию вы можете посмотреть, оформив подписку у нас на сайте. Напоминаем вам, что по-прежнему возможно подписка из-за рубежа. Подписывайтесь и смотрите полные видео без цензуры и рекламы на сайте nday.club Это то, что Бушков называл «древние дороги». Вот само слово «древние дороги» откровенно спёр у Бушкова. Потому что рассказывавшие бы люди, мне говорили, чёртова дорога. Или непонятная дорога. Или просто дорога. Ну, вот что ты видел. Дорога. Но я её боюсь. Я испугался. А почему ты испугался дороги? Я, говорит, не могу объяснить. Вот человек блуждает по лесу. Вдруг перед ним обычная сельская прослочная дорога. Я спрашиваю, а там вот травка эта росла, травки не было. А если вы знаете сельские дороги, обычно летом вне колеи, где, разумеется, травки, а в середине, между колеями, травка растёт. Вот это дороги. И колеи не прослеживались толком, и травки не было. Вот единственное, что отличает, это обычные дороги. Но все люди, которые видели дороги и вернулись, все их боялись. Я лично был знаком с женщиной, которая маленькая девочка видела такую дорогу, вот вышла к ней. И почему-то страшно её испугалась. Ну, казалось бы, вот дорога к людям идти. Она повернула, побежала. Почему? Как можно дальше от дороги. Потому что ребёнок проблуждал в лесу полтора суток. То есть она была уже и голодная, и страшно было, но дорога напугала её ещё больше. Один человек рассказывает, что с братом гуляли они по лесу. Именно гуляли, даже не грибы собирали. Заблудились, ходили и нашли дорогу. Брат сказал, ну пошли по ней. Да не, какая-то дорога странная, не надо по ней идти. Человек не мог объяснить, почему она странная. Конча, потому что брат вырвал руку, побежал в этой дороге и пошёл по ней. А человек не мог себя заставить пойти за братом. Он хотел за ним пойти, потому что человек же ушёл. Это же брат родной. А он не может себя заставить. Подходит к ней и что-то как будто отбрасывает от дороги. В конце он повернулся и пошёл. Звал долго брата, он не появился, исчез бесследно. Ну, может быть, опять же мы, как и в случае с туманом, имеем дело с людьми трусливыми, которые вовремя вернулись. А те, кто ушёл, откуда они ушли, не знаю. Опять же, кто посылает дорогу и зачем, и куда она может везти. Но опять же, люди, которые знают совершенно точно, как устроен наш мир, говорят, это же порталы. Это же другое пространство ведёт, в другую вселенную ведёт дорога. Я сомневаюсь, что существуют люди, которые совершенно точно знают, как устроен наш мир. А вообще, история про исчезновение людей – это же классическая новелла Вашингтона и Ирвинга. Это же, хоть она и легенда, и новелла, но факт, что это, видите, повторяющаяся история. То есть, такое действительно бывает периодически. Ну, раз это вот и тогда было, и сейчас. Ну, во-первых, о подобной истории, которую ваш Луна Ирвинга в литературное произведение вывезли, их рассказывают по всей Европе. Фактаж разный. Но везде человек вдруг исчезает, потому что для него исчезает пространство, он блуждает в непонятном месте, а само приключение может кончиться буквально спустя часы. Он вдруг увидел знакомое место. Или он может пропасть, его нашли, а вот когда его нашли, пропадавшего уже, он узнаёт место. До этого он и не узнавал, он был в таком-другом пространстве. Про дороги рассказывают в двух северных странах. В Скандинавии, в Шотландии. Вот в Британии почему-то не рассказывают. Но про человека, увидевшего куда-нибудь непонятную дорогу, в Шотландии говорят. И говорят ещё о том, что иногда человек, который засыпает в лесу, вот он увидел дорогу, но на неё не пошёл. Он лёг поблизости, заснул. Он просыпается, идёт домой, уже зная, где он находится. Оказывается, прошли месяцы, а то и годы. Ну, насчёт годы – это, может быть, и байка. Но что смещается пространство времени – факт. Я тоже не думаю, что эти люди точно знают, как устроен мир. А что эти дороги являются порталами, то есть какими-то посланными нам дорогами в другую вселенную. Но кодор-то же они ведут. И почему-то одни люди пугаются их, а других, наоборот, не привлекают. Вот интересная вещь. Если помните, у Стругацких в их последнем произведении про планету Саракш была идея появления каких-то странных, непонятных существ, каких-то склизких, огромных туш. И люди в большинстве их боялись, испытывали вращение, стали дистанцироваться. А некоторые мне очень нравились. И вот те, кому нравились, тех отбирали определённые люди, экзоты, которые контактировали с негуманоидами и которые увозили их, в конце концов, в космос. Может быть, с дорогами то же самое. Кто-то посылает нам дороги, большинство людей пугаются, а кого-то они заманивают. Вопрос, куда? Куда мы можем попасть сюда? Может, в другую вселенную? Может, какой-то подземный мир? Не знаю. Вот только что на конференции, вполне научной, слышал доклад о том, что параллельные вселенные – это не просто выдумка физиков, не просто выдумка высоколоба, который что-то придумали, а это реальность. Причём эти вселенные причудливо как-то перемещаются, соприкасаются, и переходы между ними вполне реальны. Вопрос в том, что если вы пройдёте сквозь портал в другую вселенную, совершенно не факт, что вы найдёте, как вернуться. Вопрос был, а если в тот же самый портал и обратно, ну, пойдёте в третью вселенную? Там на самом деле, несмотря на всю как бы условную байковость, да, там теории мультивселенной, даже там статья на Википедии посвящена, это действительно вещь, которая муссирует. И логика там существует в двух вещах. Первое. У нас вселенная существует, и в ней есть определённый набор констант, которые как бы никто не объясняет, но они вот есть там, да, набор постоянных. Есть и всё, да. А кто вам, например, там сказал, да, или там, из чего мы утверждаем, что нет другого набора констант, а, соответственно, другой вселенной с другим набором констант одновременно существующих. Поэтому, собственно, это одна из научных версий этого всего. Поэтому, в принципе, она как бы имеет право на жизнь. Мне бы было там тоже чем дополнить. Скажите, я с вашего позволения врезку сделаю, с чего наш разговор начался. Помните, вы рассказывали про Санкт-Петербург и, по-моему, Петропавловский замок. Петропавловский крепость. Да, крепость. Рассказывал. Сделаю я тогда врезку, типа, а с чего мы вообще задумались об этом? Давайте. Об этом необычно. Давайте я вам расскажу случай свой. Так. А вы расскажете, например, свой. Так. Мы же не будем сейчас, я говорю, всё равно это публиковать мы, скорее всего, не будем. Может быть, будем иметь что-то в виду, но подумаем. Черноморское побережье, как правило, кстати, необычные истории, они вообще не ложатся ни в какую человеческую логику. Это, кстати, один из признаков достоверной истории. То есть, как только в ней появляется вот там, да, это поэтому, это потому. То есть, мир не живёт по законам человеческой логики, там поэтому и потому не бывает. Вот. Согласен. Существует нечто совершенно параллельно тебе, да, как бы. Да. Ты можешь как бы каким-то образом с этим соприкоснуться, но дать интерпретацию – это очень сложно. То есть, вот Ялта. В Ялте есть волнорезы такие длинные. Ночью выходим там, как бы стоим. Всё продолжается буквально 10 секунд. Все 10 секунд я не понимаю, что происходит. У меня… Я не успел удивиться даже этому, потому что у меня мозг был… Ну, это же… Я пытаюсь перебрать, что же это может быть такое. 10 секунд, а так… А это же нет ни то, ни это, ни пя… И всё. А происходит следующее. То есть, там, вот звёздное небо. От звёздного неба отделяется такое… По форме птицы такая штука. Она состоит из звёздочек из этих. И она начинает перемещаться. Причём она не просто летит, она ещё вот так делает. Она так вот трепыхается. И она приближается к нам. Вот, то есть, сначала это было как далеко, она так приближается, приближается, пролетает мимо. Что-то похожее на птицу, состоящее из светящихся точек, которые уходят так же никуда, в никуда. 10 секунд. Буквально 10 секунд. Чего это такое? Откуда это? Ничего со мной не происходило. Я просто случайно увидел какую-то фигню, простите. Всё. Но я это видел своими глазами. Объяснить это никак нельзя. То есть, да, ну, потому что это птица, состоящая из Нет, ну, наша логика – это просто не может существовать. И всё. И больше я ничего, ни плюс, ни минус не могу сказать, да, я не могу дать этого объяснения. Вот, я не знаю, вы можете там свою историю рассказать про то, что, говорит, вот это я скажу, только психушку положит. А-а-а. Да это не для записи, я просто пытаюсь понять. Да я понимаю. Вы имеете какую в смысле историю? Вы говорили про Михайловский замок, Игорь, а этого я рассказывать не буду. Дело в том, что я однажды через своего знакомого получил разрешение там быть в лунную ночь, когда поднимается процессия. Я видел эту процессию на протяжении нескольких секунд. Мне было сказано, что 10 или 8 было, я не знаю. Какая процессия? Понимаете, какая штука. Я видел людей в старинной одежде, которые поднимаются по лестнице, причем ступеньки с третьей появились, не с самого начала, вне всякой логики, опять же. Один из них вел с собой юношу, я узнал его от Александра Первого. Убийцы Павла Первого поднимались по лестнице. Это было действительно несколько секунд. Мне бы сказали так, мы тебя пустим, скажем, менты, но ни в коем случае не пиши, как это в день было, чтобы наши смены не вышли. Что ходят, точно знаем, ходят, но ты можешь трепись любой другой год. Если другой год назову другую, да, то кого-то подставлю другого, а их подставляй, нас не надо. Вот это я еще раз повторяю, когда я точно знаю, точно знаю, что Павел Зубов вел с собой, держал за руку Александра Первого. Я просто это видел. Доказать я этого не могу никакими силами. Я не смогу никогда. Но я это видел. Я знаю, что это было. И понимаете, я из-за того, в подлинности почему? Четкого видения не было. Они были прозрачные, они поднимались. Ну, а несколько секунд. То есть, это впечаталось, например, в мозги. Ну, я себе даже фотографировал, не эти вот фотоаппараты были, а пыночные. Думаю, что ничего бы не было. Потому что меня известно фотографировали их. А другой момент, что вот когда вы рассказывали, я это прошел на истории деревень. А, да, пожалуйста, в Юксеевском районе заброшенный древний Казыково. Она, по-моему, даже с карты уже исчезла. Там уже, ну, дворов 20, наверное, да? Я уже знал, что если входишь в пустой дом, нужно сказать, дедушка, здравствуй, позволь переночевать. Я это сказал. Ну, часов 11 вечера, июль месяц, то есть светлая ночь еще. Я думаю, что же уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, самое главное, балуй. Нужно уже филин. Уху-ху-ху-ху-ху. Ну, дедушка, можно переночевать? Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я вышел, обошел дом. Там, зараз, бурьяном все на свете, да? Окна выбиты. Звук был сильный. Больше ничего не было. Я зашел опять в дом, мне стало что-то интересно. А со мной был, ну, мой замечательный кружок, трое парней постарше, да, старшеклассники. Они, по-твоему, Андрей Михайлович, вы что кричали? А я не кричал. Что-нибудь случилось? Не, не говорю, ничего не случилось, давайте ночевать. Мы там переночевали. Ну, это уже было со мной лично. Совершенно, вот это, по-своему, определенно, это вот история такая. Опять же, если праздник ее жутик, то я не успел описать, по-моему. Когда ночевали на дружинихе мои, милые мальчики, вот на самом раскопе они ночуют. Там стоит палатка. Вот, просыпается их учительница и говорит, Алешка, ты что? Алешка стоит, почему-то стоит на дыме, смотришь, ты что? Алешка поднимается и в воздухе висит над остальными. То, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент. Полную версию вы можете посмотреть, оформив подписку у нас на сайте. Напоминаем вам, что по-прежнему, возможно, подписка из-за рубежа. Подписывайтесь и смотрите полные видео, без цензуры и рекламы, на сайте nday.club.